Турция последние два года является чуть ли не единственной страной, где просто получить вид на жительство для граждан разных стран, в том числе и россиян. И за последние два года количество россиян, прибывших на ПМЖ в Турцию, выросло чуть ли не на 700% и продолжает расти, особенно в свете последних событий, начиная с 24 февраля 2022 года. А последние семь месяцев в Турцию прибывают и граждане других стран, где также нестабильная обстановка, таких как Иран, Ирак, Сирия, Афганистан и даже граждане европейских стран. И Турция, как гостеприимная страна, принимает всех, но далеко не все из них остаются довольны своим выбором в пользу Турции. И пожив здесь какое-то время, начинают строить планы отправиться куда-то в другую страну или вернуться на родину. В сети полно историй и категорических минусов жизни Турции, которые рассказывают эти недовольные переселенцы, выдавая их за непоколебимую истину, которую читающие примеряют на себя. Но мы считаем, что для одного может быть минусом, другой может даже и не заметить. Сегодня мы хотим поговорить, что людей может расстраивать в Турции и как к этому относиться. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Парус ожидаем. Чаще всего люди остаются недовольны жизнью в Турции, те, которые изначально были нацелены на жизнь в Европе, а в Турции оказались по непредвиденным обстоятельствам. Например, такие, как сейчас, уже восьмой месяц. И таким людям, понятное дело, будет сложно адаптироваться в этой стране, так как Турция, конечно, не Европа по всем параметрам. Если человек имел глобальные планы, понять его недовольство вполне можно. Другая причина – это некомфортность психики. То есть, например, человек планировал жить в Турции, исходя из знаний об этой стране, как вечного курорта. И был уверен, что в остальном все сферы страны развиты так же, как у него в стране. Например, вот россияне, как в России, были уверены, что здесь. А приехав сюда, уже не в качестве туриста и сталкиваясь с необходимостью решения бытовых проблем, обнаруживают, что сфера услуг в Турции развита не так, как в его стране. Уровень дошкольного образования не такой, как предполагалось. Обнаруживают у себя языковой барьер. Вдруг оказывается, что долго жить в жарком лете его утомляет. Это ведь не две недели отпуска. Удивляется, что у турков совсем другой менталитет и бесится от их постоянной расслабленности и медлительности. А гражданам России вообще свойственно сравнивать свою жизнь здесь, в Турции, с жизнью в России. И они удивляются, что здесь все по-другому. Мы периодами встречаем людей из России, которые повторяют фразу «А вот у нас в России то» или «У нас в России сё» или «Здесь не все, как в России». Удивительные вещи. Тут же совершенно другая страна. Почему здесь не так, как там? Таким людям и правда приходится тяжело. Так как из России они выехали, а России из них нет. И их психика никак не хочет осознавать, что физический человек уже в другой стране и придется принимать правила игры этой страны. Третья причина – это непостоянство в Турции. Как законов, так и цен. Особенно эта причина слышна от россиян в обсуждении и переживаниях о текущем положении в Турции, о дружелюбном отношении турок к россиянам, в плане того, что всегда висит страх отмены такого простого получения ВНЖ, выгодного курса лиры к рублю, возможности приехать на своем авто и ездить по территории Турции в течение двух лет без проблем. И россияне частенько сами раздувают и нагнетают разные слухи. То по поводу отмены выдачи ВНЖ, то введения визы для граждан РФ, то доходящие до абсурда слухи, что турки на самом деле притворяются в своем добром отношении, а про себя терпеть их не могут. Каждый месяц в сети слышны крики, что со следующего месяца отменяют выдачу ВНЖ для россиян. Но каждый раз это событие переносится еще на месяц. Все так ждут, когда отменят. Я не понимаю, почему они живут здесь и ждут, когда отменят. Люди сами выдумывают себе проблемы. Мы это связываем с тем, что россияне десятилетиями привыкли жить в готовности свершения самого худшего и никак не могут отделаться от этого чувства даже в другой стране. Россияне никогда не могли жить настоящим, зато всегда очень хорошо умели ждать. Ждать чего-то. Поэтому сами начинают искать везде какой-то подвох. Советуем не воспринимать слухи всерьез, ведь на то они и слухи. Четвертая причина – это неопределенность статуса Турции. Многих пугает место Турции в разных рейтингах. Например, Турция частенько занимает первое место страны с самой высокой инфляцией или страны с самой большой неудовлетворенностью местного населения. Или вот некоторых беспокоят, например, невнятные отношения с Америкой и Россией. И люди боятся неопределенности и не понимают, с кем в итоге останется дружить Турция. И из-за этого постоянно находятся в состоянии чемоданов на готове. Здесь мы бы посоветовали немного разобраться в политике страны, и тогда этот страх улетучивается, так как становится понятна тактика поведения правительства во внешней политике. И чемоданы тогда можно будет спокойно разобрать, запихать под кровать и выдохнуть. Пятая причина. Это все сильно подорожало и дорожает дальше. Ну, это причины из разряда зажрались или сильно ассимилировались. Да, буквально пару лет назад жизнь в Турции была прямо очень дешевая. Картошка по 3 лиры, квартиры по 1000 лир за месяц и так далее. Сейчас цены поднялись во много раз. Но все же они по-прежнему минимум в 3 раза ниже, чем в России. Плюс разница компенсируется курсом лиры к рублю, который 2 года назад был 10 рублей за одну лиру, а сейчас 3,3 рубля за одну лиру. И если сравнивать цены в других странах, то здесь все еще очень прилично. В итоге получается, что недовольной жизнью в этой стране остаются именно те люди, которые не планировали жить в ней, а изначально целились выше, но обстоятельства привели их в Турцию. Поэтому психика и ищет лишь одни минусы в стране. А распространение слухов и артикуляция своего недовольства – это всего лишь выход негативных эмоций. Поэтому не верь слухам. Если ты изначально не имеешь точного плана, в какой стране хочешь жить, то для начала нужно попробовать пожить и понять лично для себя, хорошо тебе или нет. И между прочим, касается это любой страны, не только Турции. Подписывайся на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь палец вверх, если видео понравилось. Свои вопросы, замечания, предложения, а также истории можешь писать в комментариях. А также у нас есть почта, указанная под видео, куда можно прислать анонимные вопросы. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!